здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор буквально вчера на канале ксении собчак вышло очередное интервью и герой главный герой этого выпуска евгений панасенков ну он кое-какие слова сказал про физиогномику мало того что сказал как выяснилось он наш хлеб есть что называется поэтому я решила не откладывать в долгий ящик и решила с ответочкой сделать такое видео и в конце мы с вами по вытаскиваем его тараканов наружу рассмотрим их и проанализируем но для начала мы будем делать разбор его невербалики и для начала мы пойдем по базовой линии поведения перед нами яркий представитель истероида но и со всеми вытекающими отсюда последствиями но истероидов я уже разбирала у себя на канале у меня есть разбор света яковлевой кажется так она я не помню вот яркий представитель истероида поэтому повторяться здесь про истероидов я не буду потому что сегодняшний герой он на настолько многогранный в своих вот этих проявлениях настолько интересный что мы просто поговорим о нем и я думаю что выпуск будет интересный да значит первое как он реагирует на заминки вообще для него очень важно как для истероида показать свою значимость свои познания умение владеть языком умение владеть мимикой жестами то есть все у него очень театрально красиво и необычно это это очень важно для истероида чтобы он выделялся это самое главное нужно чтобы он не сливался с фоном ни при каких обстоятельствах если вдруг получается что он как-то не может подобрать слово или где-то у него его речь недостаточно красиво как он понимает как он оценивает он сразу начинает заминаться да он начинает немножко паниковать и как это происходит давайте посмотрим это песня из событий это арии это консоны это чувство прежде всего история видите как красиво он это делает одна нога запаниковала пошла назад но вторая тут же вышла вперед и красиво встала то есть в этом истероид весь даже если он вдруг начал паниковать он знает много приемчиков хитрости чтобы это обыграть чтобы нам с вами не показалось это скучным чтобы нам с вами не показалось что он где-то замялся для него главное это игра на сцене и каждая беседа каждая обычная обычный разговор для него это игра на сцене и это очень интересно наблюдать за истероидом при тем более вот в таком ярком проявлении видите как он ногой вот ножка пошла назад а вторая раз и вперед пошла и при этом жестикуляции это факты при этом обыгрывает забалтывает вот истероид в этом смысле просто великолепен и фактор чувств но и конечно их осмысление давайте споем что-нибудь чтобы басков понял что он нечтожество от сразу от пола идете видите как отступил но здесь может быть даже и подыграл в какой-то степени его заметил сам поносенков про что он красиво не не вас бы невозможно мы себя правильно помню был невозможно красивый смотрите отсаживается но в то же время это отсаживание это как знаете немножечко отойти назад чтобы собрать еще трофеев и двинуться вперед да и вот это все красиво и и вот вот этот жест кстати это собирание уголков рта вернее расширение захватнической деятельности то есть он сейчас обыгрывает как бы ему получше стебануть того человека о котором он рассказывает вот то что упомянули вот такое ну сейчас подать насчет вот такое вот уже вот мы потому что он ничего на эту тему не написал вот смотрите какие жесты превалируют у него во время речи он ну вот так же манна демонстративно складывает ручки сплетает да и при этом демонстрирует большой палец мы с вами прекрасно знаем что обозначает большой палец большой палец это наше эго и у в речи у евгения очень много демонстрации большого пальца естественно для истероида это самый главный палец в жизни да давайте смотреть как это интересно при этом губа у него вперед выходит губа кстати это же вот когда у человека губа вперед выходит это значит он я трактую это в какой-то степени как наглость но это уверенность в себе он демонстрирует свою уверенность хотя хотя в конце я вам покажу насколько он очень не уверен в себе во многих вещах вот перед нами человек который все свои неуверенности очень красиво обыгрывает вот этой стероидностью там на самом деле в глубине вот если копнуть мы сегодня с вами копнем его по разным направлениям раз уж он зашел на нашу территорию то мы зайдем на разные территории и разберемся что же за человек перед нами потому что его нет выше стереографии видите натягивает штаны на колени колени это наши эго опять-таки эго и гордыня да вот вот как раз и здесь эго и на коленях тоже эго гордыня поэтому вот прям неудивительно что он задействует эти части тела и ну то есть вот вот он весь он весь настолько открытый настолько читаем что просто очень интересно и смотрите отсаживается чтобы сесть прочнее опять вот захватить вот тыл и да что называется подобрать тыл и и с ними уже двинуться вперед да опять облизывает уголок рта то есть захватническая деятельность опять и куда-то его несет на то чтобы захватить еще какую-то территорию еще какую-то тему до смотрим видите вот коленки и отсаживается потому что вот я вам покажу сейчас скажите не а значит увидели да как обыгрываются все неуверенные моменты когда он хоть немножко начинает паниковать он это все так красиво делать что этого даже и не заметишь да ты отвлекаешься на другие более яркие жесты вот он отступает и в то же время он наступает он ну то есть вот вот истероид он как раз он так красиво и изящно может показывать любое настроение при этом совершенно не пребывая в этом настроении надо следующий фрагмент что касается больших пальцев тут тоже довольно интересно давайте смотреть деструктивные силы и этот пункт много лет и десятилетий нарушался всеми возможными способами и об этом есть уже опубликованные тысячи документов которыми кстати говоря наши спецслужбы многие гордятся видите когда он говорит он максимально демонстрирует большие пальцы и это опять-таки истероидное проявление мое эго впереди планеты всей я же самый умный самый знающий самый замечательный начитанный вот вот все все самые классные эпитеты мира это все про меня понимаете и надо сказать что здесь они преуспели почему-то рука сверху рука снизу это вирус когда с одной стороны его и наши внедряли но вирус он бы и сам перетекал потому что болезненная мысль идея ничего не делать а просто взять чужое распилить поделить не работать а поделить что заработал другой во всех жестах присутствует большой палец это мы с вами увидели а дальше следующий момент следующий сигнал тела это его пинки как он это делает на каких словах поэтому это террористическом то что вы называете неграми афроамериканцев откройте словарь далее русского языка мы вообще-то в россии видите как он обыгрывает с одной стороны пинает да то есть ну что ты пристала как надоедливая муха да но это и вместе с перекидыванием ноги это происходит понимаете как бы поменял ногу но на самом деле ему не нравится не нравится и вот так вот он изящно пинает и в то же время не подкопаешься я просто поменял ногу и и вы знаете кому сейчас обращаюсь он не хочет сесть за слов переговоров он не хочет я знаю он захочет видели там был на пинок не такой интенсивности но был тоже то есть все все так очень красиво смотрится что ну вот даже вот если скажешь а что ты пинал он скажет нет ничего подобного это тебе показалось да истероиды они умеют вот эти жесты делать очень изящной и но потом обыграть их каким-то дополнительным элементом дальше следующий фрагмент смотрите и вот здесь вот как какой интересный жест выставляет язык сжимает губы и выставляет вперед челюсть то есть я за это готов драться и отталкивает локтем еще то есть здесь он довольно уверен но с долей иронии стеба и так далее но отстоять он это все может и он дальше отстаивает да но вот в данном случае он демонстрирует получается что я готов за это драться но при этом вот то что он смеялся смеялся кстати может быть даже слишком сильно да ну как бы обдумывал да вот в этот момент он обдумывал что сказать и как вести линию защиты но здесь он даже готов нападать нет это ложь негода нет нет значит нет а я делаю анализ оценку своем вы смотрели на фотографию и потом вы какую-то женщину несчастную который причем за это еще деньги вам заплатила вы ее проституткой обознали реально за три тысячи рублей женщина послала фото своему кумиру он ее конкретно я прям покажу вы ее конкретно назвали она проститутка позе позе понимаешь в позе нет позе вы выглядите как проститутка вы женщине молодой говорит я сказал я вы симпатичная девушка зачем вы в банальной позе который нуля девушка легкого поведения зачем я посоветовала у вас я искал неплохое лицо там есть шанс на развитие и поэтому не вставайте в банальные позы такие евгений раз вы зашли на нашу территорию такие мы тоже сделаем вам разбор я реквизиты если что пришлю да за за оплату мне там за донатите да но тем не менее даже если не пришлете мне оплату я в любом случае уже пообещала для подписчиков для своих сделаю ваш разбор ну так немножко вскользь но вы в общем то тоже это делаете чисто интуитивно да поэтому я не буду очень углубляться физиогномический разбор и в другие разборы но самые важные моменты я отмечу по всем направлениям раз уж пошла такая пьянка что называется режь последний огурец да вот спасибо большое за такие слова про физиогномику которые я сейчас включу физиогномика она не имеет научной базы она не на то есть подогнать любую возможность но она не научно но она работает к стене она работает и когда я вижу вашу подлую улыбку я вижу заранее просто что вы сейчас вот сейчас вы переворачиваете всем видно а кому не видно я открою глаза на открою глаза на вот это всем уже понятно и физиогномика это наука если вы зрением то есть это вот такая социальная эмоция когда человек боится что-то сказать да боится быть изгнанным из социума и вот это вот реакция но но он прям по ним учебники можно писать по физиогномику смотрите на наших замечательных чиновников на наших потрясающих может быть и некоторых генералов да вы поймете что физиогномика это одна из величайших могут наук будущего вот твои бы слова да богу в уши да так что евгений мне нравится то что вы сказали про физиогномику поэтому я не буду вас мочить очень сильно но из песни слов не выбросишь и что поделать вы сами напросились на физиогномический разбор но я буквально пару слов скажу из того что я вижу сразу на первый взгляд очень секундочку а значит ту 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 ой секундочку так и первое самое первое что я хотела показать вот вам мои подписчики я знаете рассказываю на своих бесплатных занятиях по физиогномики всегда про размеры рта удлинители ограничители и вот этого примера к сожалению у меня вот я почему-то не брала хотя он был всегда перед глазами я знала что есть такой персонаж но я никогда к нему так не присматривалась а сейчас я присмотревшись вижу что у этого человека ограничители прям четко с обеих сторон рта о чем это говорит мы с вами прекрасно знаем что рот это захватническая деятельность и когда человек начинает вот так улыбаться как улыбается именно евгений вот это вот я называю улыбка послушной девочки когда он старается всем понравится вот попробуйте сами напрячь уголки рта и заулыбаться вот примерно так вот он примерно так это делает видите глаза отдельно а улыбка улыба ну вот рот улыбается как бы для того чтобы понравится вот это вот очень важный показатель который формирует во первых вот эти ограничители во вторых говорит нам с вами что человек в чем-то не уверен причем не уверен с обеих сторон вы помните левая сторона это личные отношения ну личная жизнь а правая сторона это социум и человек который вот так улыбается если вы видите такую улыбку знаете что он не уверен в себе вот вот что поделать вот от этого идет вот эта вся экспрессия ну он в общем то делает это грамотно вполне вполне органично вписываясь в эту роль фрика может быть в какой-то степени в роль такого вот экспрессивного истероида да но при этом ну вообще в принципе из-за чего он вот так себя ведет это из-за неуверенности понимаете в первую очередь там неуверенность и ну это прям четкий показатель да дальше еще что хотелось бы отметить у него на лбу фудзияма и вот это как раз знаете вот видите волосы растут вот такой формой буквы в это физиогномики в китайской физиогномики называется фудзияма и говорит об артистичности персонажа у которого так растут волосы и конечно же его артистичность помогла ему перебороть его неуверенность даже при том что ну вот изначально видимо он был не уверен в себе но сейчас обратите внимание что сейчас его ограничители вот на новых фотографиях они переходят в удлинители потому что постепенно когда он видит реакцию от окружающих понимает что эта стратегия работает он начинает становиться более уверенным и сейчас на данный момент когда вот уже ксения у него брала интервью да безусловно там был степ такой разнообразный вообще уровень самоиронии у него мне очень понравился так может шутить только человек уверенный в себе и это действительно ну получается что человек себя сделал благодаря тому что ну вот так вот артистично обыгрывал свои как бы моменты в чем он не уверен свои комплексы получается что с помощью вот этой самоиронии и артистичности он обыграл но здесь нужно отметить низкие брови это контактность глубоко посаженные глаза человек умеет внимательно наблюдать за процессом при всей его истероидности он умеет еще и втихаря что называется наблюдать и анализировать значит открытые верхние веки при том что глаза глубоко посажены да но открытые верхние веки говорят о том что он прекрасно считывает эмоции людей и сам умеет эмоционировать ну мы с вами это прекрасно видим щеки щеки это конечно же лишний вес это понятно да но наличие щек говорит о наличии энергии но и неудивительно вообще лишний вес это избыток энергии да когда человек много есть и организм скапливает энергию и щеки это тоже самое та же самая энергия которую мы видим на лице и вы знаете здесь намек на ямочки но ямочек конечно нет и это еще признак того что он готов делиться этой энергией до такой человек но он артистичный естественно любой артист с удовольствием делится своей энергией потому что для него это показатель успеха а да ну в общем то по физиогномики нет проституткой моего называть сегодня не будем хотя конечно хотелось бы таких ярлыков навешивать но у нас немножко другой подход и ну что поделать идем дальше теперь я нашла я надеюсь что это его подпись и что ну вот он подписал книгу автограф и по почерку что мы можем тоже увидеть смотрите вот буковку ты он пишет во первых не сокращает да вот этого состояния что говорит о том что он человек который придерживается правил очень важно для него чтобы все было правильно и стабильно что называется на же в школе и учили так писать и продолжают так писать только люди которым очень важно чтобы все было стабильно по полочкам до чтобы не было вот этих нововведений всяких разных новшеств которые но потом не поймешь вообще за что зацепиться поэтому это говорит о том что человек ну такой шкаляр можно сказать но еще смотрите он мало того что удлиняет да он не сокращает ее то есть не экономит время для того чтобы писать коротко букву т он ее пишет долго но еще и сверху он ставит черточку о чем это говорит это говорит о том что мало того что я шкаляр я еще и тщеславный сноб то есть я должен вот зафиксировать то что все должно по правилам и эти правила должны быть неукоснительно соблюдены и эти правила должны касаться моего эго то есть все должны меня уважать я очень важный человек я пишу это все долго да я я выдерживаю все правила а вы должны соблюдать правила общение со мной ну то есть вот вот это вот все чтобы выстраивалась ну как 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 учили да все чтобы все было стабильно правильно и и и не шагу влево не не шагу вправо дальше значит рэ но при всем при этом вот он демонстрирует вот это вот свое поклоняйтесь но не то что поклоняйтесь это и уж совсем меня заносит тоже во мне тоже много истероида поэтому не пугайтесь да так вот при всей его вот этой тяги к правильному и отстаиванию правильного до казалось бы он при этом должен быть жестким да ну нет же смотрите буковка р и довольно мягкая нет вот это его хвоста вверх он он не скандальный сам по себе видите буковка р и мало того что нет хвоста вверх она еще и смотрите возвращается чтобы вот написать верхнюю часть то есть возвращается и образует круг причем вот это этот хвостик чем больше этот хвостик у буквы р и вот ширина этого хвостика тем больше он возвращается и обдумывает а правильно ли я сделал то есть элементы неуверенности осторожности в нем есть он не любит спорить вот как ни странно понимаете при этом смотрите он не любит спорить и в подписи еще один признак того что он не уверен в себе это попытка эту подпись как-то взять под крышу спрятаться то есть спрятаться в домик хочет вот при всей его экспрессивности которую он отстаивает отстаивать вы должны делать так вы должны делать теток я готов за это брат драться а потом если драться то ребят и вы меня неправильно поняли я же не хотел драться я же хотел просто посидеть понаблюдать вот примерно такое поведение да значит еще один момент который на который я обратила внимание по почерку буквы в смотрите какой большой хвостик широкий и это говорит что у него прекрасное воображение просто великолепное образное мышление он предпочитает журавля в небе нежели синицу в руках то есть перед нами такой мечтатель который нарисовал себе что все должно быть по правильному и как бы готов это отстаивать до тех пор пока не придется драться примерно так буквы довольно широкие что говорит о чувстве собственного достоинства буквы довольно широко расставлены он очень контактен он ну вот его экспрессия она расширяется на всех кто его видит и он готов перед всеми выступать значит что хорошо знает себе цену широко общается но в общем то это вот то что видно по подписи дальше тут теперь нумерология такой экспресс-анализ решила сделать по нему нумерология смотрите получается что вот вообще я честно говоря сначала думала что его фамилия пишется по насенков а они по насенков я бы очень рекомендовала евгению вот поменять фамилию вернувут букву фамилии потому что смотрите когда он по насенков а вот и кстати статус иноагента видимо получил из-за этих вибраций потому что смотрите вот как по насенков он нарывается всегда на какие-то ограничения свободы вот вот это такая птичка мозгоклюй как вот и в экспрессии видите семерка да то есть это копание вглубь он докапывается до чего-то и это приводит к тому что душевное побуждение это то чего человек хочет то что он в свою жизнь притягивает и здесь у нас пятерка да это тяга к свободе это все такое но когда это кармическое 14 это значит что человек ну вот как бы он тянется к свободе но получает к сожалению какие-то ограничения свободы это какие-то документальные могут быть проблемы или там человек любит путешествовать а ему родители не позвать ну как-то вот держит его там или кота не с кем оставить либо цветы надо поливать либо там дети ну то есть всегда находятся какие-то обстоятельства которые мешают ему проявлять свою свободу и ну вот с фамилией через по вот он такую себе карму и притягивает да при этом если поменять всего лишь одну букву получится что душевное побуждение уйдет вот эта кармическая история да и он станет более как направленным на деньги восьмерка это про деньги про предпринимательство да он будет ну больше больше уметь зарабатывать что называется и экспрессии единичка это самостоятельность самодостаточность но они птичка мозгоклюйка извините за французский но как бы сейчас мы видим вот это а если он поменяет всего одну фамилию то у него ну получше станет конечно день рождения 13 поздравляю меня тоже это трудоголизм и от этого никуда не деться потому что ну день рождения не поменяется вот эта цифра она неизменна если кстати интересно вам разобраться с вашей фамилией именем что поменять может быть под видео есть курс называется совместимости и ну вы там пройдете все разберетесь совместимость в скобочках нумерологии я просто там еще и по совместимости очень удобно смотреть но самое интересное конечно же я увидела у него в космограмме а потому что ну откуда откуда вот это вот вот это эго раздутое понимаете мне так хотелось понять я даже может и не хотела его особо разбирать но я подумала надо посмотреть что это такое но естественно когда я увидела вот этот квадрат солнца слюлит я поняла что перед нами просто эгоист главное искушение этого человека власть все подчинено его эго кроме того квадрат солнца нептун человек живет фантазиях иллюзии уводят от реальности но при этом вы знаете он не только фантазер да вот кстати ксения его и выводила на то что в книге он очень много своих вот этих приписок ну как бы своих выводов личных оценок давал и я здесь склонна вот видя его натальную к вернее этот космограмму я склонна верить ксении что действительно там очень много личных оценок потому что вот такой квадрат он как раз и приводит к тому что человек но сам вот что-то придумал да и вот в это поверил а так вот значит при всем при этом да вот этой фантазийности а этот квадрат еще говорит о том что он очень тонко чувствует боль людей и вот он как раз и писал что ему пишут и солдаты да со всех сторон и вот вот это вот прям и он говорил это реально с болью и здесь я понимаю его и ну и как человек и как вот вот этот аспект он как раз и работает так что он очень близко к сердцу воспринимает вот такие вещи конечно он там пургу много нес и все такое про я это даже сейчас не хочу анализировать и в политику в дебри лезть пока да ну и вообще вот в этом разборе не хотелось бы но вот что касается его эмоциональности и сопереживания вот это вот действительно его очень больно ранит и очень ему тяжело дается а дальше квадрат сатурн с узлом а вот вот это как раз вот вот это красная полоса она как раз и и привела к вот это как раз и был тот аспект который понимаете привел к тому что ему вообще ни за что дали и на агента вы помните как-то это нелепо прозвучало он что-то ляпнул с горяча да вообще не думал а ему бах и влепили и на агента вот это как раз вот про про это то есть вот как бы есть закон да и полно людей которые по этому закону может быть должны были бы нести ответственность а он вообще даже не особо и примыкал к этой категории людей да он просто проходил мимо и что-то ляпнул и вот вот с таким вот квадратом получается так что ему прилетит ответственность понимаете вот вот такая вот история да значит квадрат луна венера вот вот это вот неразборчивость в любви квадрат венера юпитер тщеславие жажда наслаждений разврат ну то есть это мы уж не будем его личную жизнь выводить наружу пусть уже останется она ему я не знаю подробности его личной жизни ну думаю что там намешано намешано много всего и ну как бы такой квадрат он тоже о многом говорит да ну вот такой небольшой анализ получился вчерашнего гостя ксении собчак напишите свое мнение как вам понравился этот разбор я на сегодня с вами прощаюсь до новых встреч пока пока